Нижегородцы не смогли Однако поражение поражению рознь В первой встрече Нижегородская молодежка пропустила Четыре безответные шайбы Обвинить игроков Чайки В отсутствии желания отыграться нельзя Но все атаки хозяев Гостями оказались отбиты 0-4 По ходу второй встречи Чайка уступала 0-2 К середине первого периода Но смогла подарить болельщикам Надежду на камбэк Добивание Андрея Рунова Точный бросок Ивана Комарова При игре в большинстве И 2-2 уже на 14-й минуте А в самом начале периода Номер 2 Кирилл Миляков Реализует большинство 5 на 3 И Чайка выходит вперед Нижегородцы затем еще раз Заполучили достаточно продолжительное Преимущество у 2 игрока Статистика бросков створ ворот Во втором периоде 12-4 в пользу Чайки И при этом 3-2 Ко второму перерыву Превратились в 3-4 Пропустив еще один гол В третьем периоде Чайка вновь уступила Витязем 3-5 6 и 7 февраля Нижегородцы на своем льду Сыграют с московскими Спартаковцами Владимир Широков Торпеда ТВ Субтитры создавал DimaTorzok